Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Как всегда, новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я, Павел Михно, расскажу о некоторых культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными новостями. Традиционно немного о погоде. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность, возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до 29 градусов тепла, ветер юго-западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Задолго до появления людей на нашей планете жили динозавры. Они властвовали почти 150 миллионов лет. А сегодня мы встречаем этих животных в кино и мультфильмах, компьютерных играх и книгах. Наверняка в детстве многие из нас мечтали своими глазами увидеть этих доисторических существ. И теперь у гомельчан есть возможность осуществить детские фантазии и перенестись на миллионы лет назад. В интерактивной экспозиции на открытой площадке перед зданием Зимнего сада стоят фигуры динозавров. Они моргают, двигаются, дышат и даже издают звуки. Так что спешите окунуться в этот загадочный мир. Если динозавры хорошо знакомы всем, то о первобытных членистоногих такого сказать нельзя. Во дворце Румянцевых и Паскевичей работает выставка под названием «Гигантские насекомые». Членистоногие – наши неизбежные соседи в любом уголке мира. Поэтому изучить их историю должно быть увлекательно. И сделать это можно на выставке «Гигантские насекомые». Хитиновые монстры палеозойской эры ждут вас в выставочном зале дворца. Не пропустите! Искусство традиционное и современное. Цикл лекций под таким названием проводится во дворце Румянцевых и Паскевичей. Это совместное мероприятие дворца и творческой мастерской «Воздух». Проект знакомит посетителей с диалектикой нового и традиционного в истории визуальных искусств. Для искусства характерно стремление к новому через переосмысление старого. Поэтому оно развивается, отрицая традиционные базовые устои. Подробно на эту тему участники встречи поговорят 3 июля. В этот день состоится лекция «Традиция отрицания. Традиции в искусстве». Начало мероприятия в 19.00. Оно пройдет в выставочном зале дворца. В картинной галерее Гаврила Ващенко представит ретро-проект коллекционера из Гомеля Жанны Малышенко. Олимпиада 80. Взгляд через 40 лет. Проект возвращает в Москву с 1980 года. Окунает в атмосферу летних Олимпийских игр. На выставке предметы из частной коллекции. Это самые разные вещи, хранящие отображение того знаменательного события. Среди них календари и открытки, игрушки и сувениры, одежда и аксессуары. Окунуться в 80-е поможет импровизированный уголок советской квартиры. В нем можно присесть в старое кресло, пролистать журналы за 80-й год. А дети смогут поиграть в настольные спортивные игры СССР. Попрощаться с олимпийским мишей, который готовится к полету на воздушных шарах. Открытие выставки 9 июля. Народный театр-студия «Классик» и студия современной хореографии «Тандем» представят гомельчанам спектакль с элементами хореографии. «Три жизни Айседора Дункан» – это действо развернется вечером 9 июля. Под воздушным шатром площадки Грота, дворца Румянцевых и Паскевичей. Посредством танца, слова и живых скульптур актеры расскажут о жизни и любви великой танцовщицы Айседора Дункан. Начало спектакля – 18.00. Телеканал «Белорусский Терегомель» предлагает зрителям сериал «Принцесса цирка». В провинциальный городок приезжает цирк, и внутри этого маленького мира кипят нешуточные страсти. Завоевать сердце виртуозной гимнастки решили братья-близнецы. В первом из них девушка увидела мужчину своей мечты и ответила ему взаимностью. Но неожиданно работа вынудила его согласиться на долгую и дальнюю командировку. А в это время его брат-близнец решает не терять времени. Смотрите продолжение в нашем эфире сегодня в 16.45. Сериал «Оса» – особая следственная аналитика. Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого «Следа». Он рассказывает еще об одной специальной группе, которая расследует необычное преступление. Эксперты «Осы» берутся за дело, когда кажется, что преступники не оставили за собой и следа. А традиционные следственные методы только тянут время. «Оса» создана именно для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, показывая зрителям всю цепочку своих действий. Включайте наш телеканал в 18.25. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 19.30. По вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 20.25. Не упустите хорошую возможность. Приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. А завтра, 3 июля, в 20.25 смотрите праздничный эфир, посвященный Дню независимости Республики Беларусь. Интересные гости – поздравления известных артистов страны, прямые трансляции с главных площадок Гомеля. Споем гимн вместе, полюбуемся праздничным салютом в прямом эфире на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Пишите в Вайбер, а также смотрите прямые трансляции на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте, в Facebook и на YouTube-канале «Беларусь-4 Гомель». К другим интересам новостям. В Нидерландах обнаружили китайскую фарфоровую вазу 18 века. Жительница одной из деревень в Центральной Европе хранила у себя, как выяснилось, настоящее сокровище. Старинная ваза более 60 лет пылилась в шкафу, пока ее не решили показать арт-консультанту. Тот отметил, что этот предмет – древняя ваза китайской династии Цин. Подлинность произведения керамического искусства была установлена экспертом. И оказалось, что сегодня стоимость вазы, которая десятилетиями пылилась в шкафу, составляет более 9 миллионов долларов. К слову, долгое время эта ваза считалась утерянной. В штате Арканзас, прогуливаясь с дочкой и внуками по парку, женщина сделала удивительную находку. Она наткнулась на блестящий камень. Сначала женщина подумала, что обнаружила перит, но работники парка сказали ей иное. Найденный камень оказался алмазом весом 2,23 карата. Находка стала самой крупной в парке за этот год. Теперь женщина планирует оставить драгоценный камень в наследство детям и внукам. Студент из Астрахани Алексей Коломен установил мировой рекорд по роупскиппингу. Он совершил 600 тройных прыжков через кокалку. Это достижение зарегистрировано Международным агентством регистрации рекордов. Предыдущий мировой рекорд в 536 прыжков установил житель Австралии. Ранее Алексей Коломен побил 5 рекордов России и 2 мировых рекорда в прыжках на время и двойных прыжках. Спортсмен намерен победить на чемпионате России по роупскиппингу в Москве в составе сборной команды Астраханского технического госуниверситета. В США собака и его друг Дельфин стали настоящими звездами в социальных сетях, когда их снимок с поцелуем попал в интернет. Несколько лет назад хозяйка взяла своего питомца с собой на работу к Дельфинам. И там между животными возникла настоящая дружба. Сначала женщина переживала, что пес устроит переполох, но он прилег и стал с интересом наблюдать за происходящим. А позже и вовсе подружился с Дельфином, который со временем стал подплывать к собаке, когда та подходила к бассейну. Дельфин приносил псу свои игрушки, а тот пытался с ними играть. И вот однажды парочку сфотографировали, и кадр попал в сеть. Всего за несколько дней снимок набрал более миллиона лайков. Эти питомцы дружат уже 8 лет. Сейчас они видятся не так часто, но каждая их встреча наполнена искренними эмоциями. Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Михно. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения.